приветствую приветствую товарищи на от сайт онлайн вроде как запустились отлично это радует так значит сегодня у нас 20 октября и события из экономического календаря которые нас ожидают просто дождаться не могут на следующей неделе на слайдах на слайдах будет проскакивать список очень важных событий которые ждут нас на следующей неделе из них я бы подчеркнул все решения по процентной ставки канада европа и российская федерация аналитики ждут что по рф понизят до 825 сейчас 8 с половиной если не ошибаюсь по процентной ставки пятницу будет по рф евросоюз четверг и канада в среду британия во вторник если не ошибаюсь сочетается по ввп квартальному это будет важно для тех кто торгует на фунт на британском фунте плюс те кто торгует индекс британский f3c100 так вот собственно и все по отчетам которые были на этой неделе отчитались все просто как один хорошо у всех лучшее ожидание банки все которые были на этой неделе а именно голлман сакс морган стэнли все хорошо читались у всех хорошая прибыль юс банк корп тоже хорошо читался кроме банков разного класса инвест компании также нью-йоркский банк не юнайт и хеллс также читались неплохо единственная у них доходность буквально на чуть-чуть совсем меньше чем ожидали аналитики но я смотрел относительно прошлого дохода за прошлый квартал доход лучше поэтому вот сейчас кстати специально слайд сделал по снг маневр вчерашний по снг кто участвовал в этих сделках лично наблюдал и участвовал в таких просто казнях это сброс был фактически там до 2 октября всех сбросили те кто заходил на покупку мы сейчас как раз рассмотрим и сын пи в конце вебинара и начнем мы с индекса ртс еще кроме таких важных новостей будет на следующей неделе джи дипи по юсэй собственно 27 октября на открытии штатов будет отчет и и new home sales в среду 25 октября вместе с петролиумом в общем то и все по событиям которые нас ждут важная компания читались гиганты теперь осталось наблюдать как это все дело будут дальше тащить наверх так начнем с ртс к рейтинг трейдеров я думаю либо в конце вебинара мы затронем ребят которые стараются у которых хорошо получается работать и публично это все еще транслировать ну сейчас у нас ртс так подгружаем ртс так так из-за трансляции немножко это все дело тяжело для компьютера как раз-два-три елочка гори так теперь сейчас осталось недолго часть уже подгрузилась так видимо сильно перегружен пока ну без трансляции это все дело конечно быстрее происходят ну вот есть отлично так это дневной таймфрейм мы смотрим сейчас индекс ртс по дневкам и обратим внимание на ликвидность в первую очередь ну уже автоматически просто готовясь к торговой сессии я обязательно смотрю от крупного таймфрейма к меньшему то есть сначала дневки потом часовики и пнашки потом уже пятерочки так вся неделя была на нисходящей динамике отметим высокий скачок по ликвидности в четверг причем основная часть разместилась на минимумах торговой сессии обязательно это нужно зафиксировать и отметим такие локации вот на 115 100 115 400 возьмем пока в качестве сопротивления сейчас мы с дельтой разберемся еще с открытым интересом видабл и пиев здесь 114 с копейками все невзвешенные в принципе если будут жестко удерживать ниже данного уровня со следующей неделе возможно все таки будет коррекционный момент но хочу заметить что сейчас скажу с какого числа так 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 да где-то вот с этих чисел индекс ртс в принципе неплохо шел в начиная с первых дней декабрьского контракта коррекционный момент был один такой прям может немножко нельзя даже назвать опасным но торговой сессии достаточно динамично вот две сессии шли вниз это 9 и 6 октября потом снова дальше без безбожный рост и принципе это неплохо ядро контракта у нас по-прежнему на 112 если точно 112 750 картинки нет вообще никакой а звук хоть есть ох 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 так сейчас появилось нет странно Такие и не было, получается, да? Так, а теперь? Сейчас, надо разобраться, выбрать. Так, вот, WolfxNet. Должна транслироваться сейчас платформа. Есть, да? Продолжаем. Отлично, замечательно, что все наладилось. Ну, второй раз пока на этой платформе опять пропало. Да бог ты мой, что же так делать-то надо-то? Так, вот, в прошлый раз прошло все без заминки, без задоринки. А сейчас есть? Что ж такое-то? Так, это... Так, это... Не особо хорошо. Появилась, да, картинка? Супер. Так, если что, сразу пишите. Если пропадет, либо звук, либо картинка, надо будет потом разобраться, в чем была проблема. Так, значит... Это ядро. Это ядро. 112, 750. 113, 800. Соли, 700, 8, 750. Сопротивление 115-100, 115-400. Пока мы его отметим, здесь порядком трех сессий. Часть из них была на этой неделе, на этом уровне. И вот эта торговая сессия 19-го числа. Весь объем, по большей степени, разместился на минимуме торговой сессии. В такой комбинации дни, ну, на S&P это неоднократно можно встретить. После ударного дня, в следующий день отстаивается немножко, как бы, собирают байеров, и селеры частично выходят, тем более перед выходными. И это вполне ожидаемая расторговка, скажем так. И уровни вот этих двух дней. Ядро мы сейчас выделим на пятнашки. Давайте посмотрим, что у нас по открытому интересу. Так, по открытому интересу из пяти сессий в основном были фиксации. В принципе, скорее всего, это вызвано тем, что испугались. Здесь изменение направления тренда и фиксируются, вот, все, кто здесь заходил на рост, малость, да, вот, видите, в основном дельты были непосредственно за селерами. И сегодня даже, вот, пока еще, ну, скажем, у такой не особо значимой отметки дельта по пятнице, в общем, за пятницу, плюс еще и открытый интерес ниже даже, чем вчерашняя сессия. Соответственно, это, скорее всего, фиксация покупок, и это предсказуемо. Самое главное, для тех, кто еще верит в рост и будет искать точки входа на покупку, объективно нужно удержать индекс выше данного коридора. Это ядро данного контракта. Вот, мы взяли и выделили его. 112,750, себе поставьте 113,750. Потом, еще один значимый по объему уровень, на цене мы возьмем 111,800, по 112,200. Тут, в начале контракта, как видите, загрузили немножко объема. В принципе, со старого контракта сентябрьского все перешли на декабрь. И, ну, тут отработали, удержали уровень, все как положено. Значит, вот пока на таких гневках у нас есть сетка. И теперь, сейчас мы лимиты подправим чуть-чуть. Все. Промежуточные вот эти уровни агрессоров на продажу и на покупку мы сейчас на пятнашке посмотрим. Так, где у нас пятнашка? Вот она. Так, нам надо за неделю. И теперь мы смотрим конкретно за эту неделю коридор графика, то есть он вырезан. Смотрим только эту неделю. Рассматриваем. Так как мы собираемся раз в неделю, в принципе, я идентично делаю премаркет, ну, каждый день готовясь к торговой сессии. То есть сначала дневки, потом локально уже на пятнашке рассматривается там неделя-две, вот, чтобы более точно и в целом рассмотреть внутреннюю активность, которая была в течение недели. Итак, ядро, как и предполагалось, четверг плюс пятница у нас сформировали локацию 113.640. Так, конкретно ядро недели, 113.900. Значит, понедельник будет расторговываться в любом случае с этого уровня и пока они висят внутри диапазона ядра, сбрасывали тех, кто на шорт еще заходил, судя по всему, с самого утра и проверили еще и байеров. То есть, в общем, две команды сбросили, осталось только дождаться, за 114 будут расширять коридор, либо за 113.500. Как только начнут уходить за алерты, мы сейчас их выставим. В общем, как только дойдут до вот этого, либо этого алерта, после коррекционных движений можно будет уже подыскивать точки входа. Очень аккуратно работайте на продажу, потому что достаточно две сессии были на шорт, все выходили. И ориентироваться лучше, конечно, на точки, массивы, которые будут с открытыми позициями, то есть будут заходить в рынок, а не фиксироваться. Значит, данный уровень сформирован в основном фиксациями, поэтому из всех локаций это не самый подходящий массив для открытия позиций. Если вы сопровождаете сделку, то есть мониторите, когда ее закрыть, либо же до загрузить, в расчет его брать нужно. Но открывать позиции с уровня, который в основном фиксировались все, ну не все были большие фиксации, не самый подходящий для этого дела уровень. Значит, 115.020, 115.350, это как раз уровень, который мы отметили на дневках, он отлично совпал и на пятнашке. И понедельник такой плотный и очень осторожный понедельник, тоже мы возьмем в качестве сопротивления. Значит, динамика утром, прямо утром сильно тригировал рынок на ряд событий. И учитывая тот факт, что у байеров не получилось ни в четверг, ни в пятницу отыграть хотя бы часть потерянного диапазона, есть огромное сомнение, что у них в понедельник это получится. То есть, в четверг пятницы контроль за селлерами в любом случае, как и в общем за неделю. Общая оценка это победа селлеров и пока у них это неплохо получается. По дельте, буквально там после 17.30 начали, скорее всего, фиксироваться уже и селлеры частично. Все промежуточные вот эти точки до загрузки на шорт можете себе взять как чисто спекулятивный уровень второго класса, то есть меньше рангом. И смотрим теперь по открытому интересу. Вот видите, какая массовая фиксация вчера и сегодня. Соответственно, массив берем в расчет, но от него отталкиваться будет не так безопасно. В WP за неделю средняя цена с объемом 114.630. Есть потенциально возможный сценарий как раз до 114.500 еще раз всех сбросить перед продолжением шортов. Ну и если не смогут на неделе пробить 115, соответственно, пока будем в нисходящей динамике. Ну, без этого никак. Нам, спекулянтам, особо грустить нечего. Главное, чтобы был рынок, который не стоит на месте. Это самое страшное, когда рынок абсолютно неподвижный. Сбер, немножко снизилась ликвидность. Скорее всего, инвесторы пока присматриваются и собирают основательные факты, экономические, либо же показатели. И давайте посмотрим, что там по дельте. Как видите, дельта прям не на стороне байеров. Фиксируется вот 19-го числа почти 900 тонн за селлерами агрессор. Агрессор за селлерами. То есть из пяти сессий все были с дельтой на продажу. Соответственно, фиксируются и их можно понять. Возьмите в расчет, уровни, с которыми работать лучше будет при более долгосрочных горизонтах. Все. 159 и 165. Коридор. Как видите, здесь изначально формировали уровень еще в начале 2017 года. Сбера нет. Вот опять странно, что же такое. Ну, запись я так же веду. На записи будет все видно с картинкой, если вдруг будет продолжаться такая. Сейчас и до сих пор нет. Есть, да? Должен быть график Сбера. Как только появится плюс, я вижу один. Еще пару плюсиков, чтобы я был спокоен. Опять черный квадрат. Да что же такое? Что-то блокирует трансляцию. Есть. Есть, да? Так, это у нас курсор. Продолжаем. В общем, есть два плюсика. Это хорошо. Санкции. Да-да-да. Я не дорассказал. Спасибо, что напомнили. В принципе, помощь из чата. Всегда приветствуются. Дополнение фактами, особенно фундаментальными. Так, сейчас секундочку. Диапазон. Диапазон, да. Сбер. Качество не очень. Ну, я так понимаю, что какая-то нагрузка на сеть идет слишком высокая. И из-за этого вылетает трансляция. Я пока включил авторежим. Если получше будет, должна подгрузиться получше картинка. Итак, сбер. Динамика немножко притихла, но пока без особого, без суперопасного движения на шорт. Фиксируется, как видите, по неделе. Особенно отметим. 18 и 19 число 650 тонн и 878. Adobe Connect я согласен. Но мы пока восстанавливаем контракт. Решили вернуться к этому сервису. Я думаю, что в скором времени мы продолжим на Adobe. Так что, в принципе, разные перепробовали сервисы. Пока Adobe безотказный терминатор. Так, ну, мы отвлеклись. Соответственно, уровни более позиционного формата это 159-165. То есть, корректировка еще может приостановиться вот на данной цене. Тут 170, вернее, 180 ровно. Крайне много тут зашло объема точечно. И еще один уровень нельзя не заметить. Это 170. Ну, чем крупнее игрок, тем ленивее он по... Вернее, менее... По ценам его волнует размещение крупных пакетов. Обычно ровное значение. Половинки, либо же целые значения по акциям. Поэтому, если совпадает еще и с крупным объемом, это точно они. Значит, 188 тоже здесь площадка непосредственно в конце сентября. По 180... Вернее, 190. Это вот... Если ниже этого уровня не уйдут, еще есть шансы на продолжение, на восстановление. То есть, это не то, чтобы прям аварийный уровень, но... Не пробитие этого диапазона будет позитивно сказываться на продолжении динамики, на рост. Ну, вы, я думаю, со мной согласитесь, что при таком движении постоянно на рост, какие-то коррекционные маневры должны быть, и без этого никак. Газпром. Так, ну, в общем-то, Газпромик подтянулся. Так, я хотел по Газпрому вам кое-что показать. Придется немножко подгрузить данных побольше. Вот, обратите внимание, как... Висит опять. Да что ж такое? Видимо, когда подгружает платформа, немножко мешает трансляции. Странно. Интернет хороший. Все, я понял. Соответственно, висит сервис вебинар. Вебинар.ру Потому что я переключился на Газпром уже, а у вас еще картинка Сбера, да? Сейчас должна подтянуться. Не будем тогда спешить. Как только появится график Газпрома на дневках, напишите, пожалуйста. ОК, это значит появился? Нет еще, да? Газмяс есть. Супер, супер. Все, спасибо. Вижу, вижу, вижу. Так. Дневной таймфрейм. Мы неоднократно с вами подчеркивали супер-суперликвидность и на Сберии в этот день, и на Газпроме. В общем, точка отсчета можно обозначить ее как стартовый уровень. То есть, так как на акциях нет экспирации, как на фьючерсах. То есть, либо квартальное наблюдение от отсчета к отсчету. Либо вот такие события, которые меняют код истории графика. Компания, вернее. Значит, здесь, ну, в любом случае, были суперподдержки. Здесь затаривались на покупку. Я думаю, все согласятся, что тут бесспорно уровень контрольный. Три раза даже защищали. И последняя уже финишная. Вот такая почти день через день выше трех с половиной миллионов оборотов. И даже достигали отметки в 5.100. Сейчас ликвидность, обратите внимание, в каком масштабе идет, ну, еле-еле дотягивают до 2. Ажиотаж не тот. Рассматривают, присматриваются и осторожно себя сейчас ведут. По объему это четко видно. Причем пиковая ликвидность близко была к трехмиллионам. 18-го числа. Флетовая активность за неделю. Все пять сессий прошли так скромненько, аккуратненько и осторожно. Давайте посмотрим по дельте. Но, я почему хотел показать больше масштаб Газпрома. Отыграли уже фактически все, что ушли до апреля, мая по Газпрому ниже 128. Уже отработали, отыграли. И достаточно пока уверенно держится на этой цене. Так как тут контрольная точка 126-127. То есть, судя по всему, готовится пробивать этот уровень. Коррекционный момент перед пробитием. Если даже вот этот уровень не будут особо атаковать. 100 за 4.5-125. Ну, тут 100 за 4.4-127. Тут, видите, до загрузка была такая промежуточная. Вот она. Здесь надо было немножко объема добавить, чтобы вот этот локальный уровень пройти. Так как там было много лимитов на шорт, скорее всего. И, собственно, теперь у нас работают с этим уровнем. Как видите, исторические уровни отлично отрабатываются. И как только пойдем на 128 маршировать. Тут по пятнице неплохо видно, были агрессоры на покупку. И две сессии из пяти. И по полмиллиона дельта на среду приходится и на сегодня. Соответственно, есть шансы, есть шансы выйти на 100.8 и выше по Газпрому в ближайшее время. Так точно. Рубль. Так. Так. Ликвидность. Периодически простреливает выше двух миллионов. Есть фишка. Отлично. Подгрузилась. Спасибо, что помогаете. Вот. Это... Давайте поставим фильтр, чтобы вам их сразу было видно. Ну, давайте вот здесь мы поставим вот так. И поставим два миллиона фильтр. Вот. Это сессии, у которых был оборот выше двух миллионов. И мы сейчас поставим чуть побольше. Здесь мы и так сделаем. А вот этот мы сделаем уже те, которые за три перевалили. Три миллиона. Видим, все-все-все менее активнее по ликвидности идет рубль в последнее время. Нельзя сказать, что это хорошо, либо плохо. Самое главное, чтобы курс рубля был допустимый и не шел к отметке 100. То, вот, хотя бы на этом уровне и не шел выше. По сопротивлению тут сразу берем во внимание вот эти уровни 60.500 по 60.800. И еще один уровень. Ну, в общем, от 60 до 61 отметки. Здесь вся основная ликвидность была вот этой платформы. Вот этого диапазона. В качестве сопротивления. То есть, если не уйдем выше, это хорошо. Это неплохо. И достаточно объемный уровень и важный. Это 57.000. Начиная от 56.800 до 57.100. Это поддержка номер один. В данной ситуации. Значит, тут неоднократно останавливали движение рубля. Не пускали ниже. И даже недавно протестили. В общем, WP на данный момент находится выше текущей цены. Но достаточно близко. То есть, не сильно отклонились. Поэтому могут его еще туда-обратно курсировать. И еще один такой крупный объем по левой гистограмме. Это 58.900. Возьмем его пока не как нейтральный. Хоть его и отработали. Давайте улучшим на кластер-профайле дневки. Это все дело еще и с агрессорами зафиксируем. Итак, на этой неделе из пяти дней у нас фактически три было на дельте глиссера. И 20 числа буквально 16 тонн. Во флете четыре дня просто безумно стоят в одном коридоре. В WP у нас 58.400. И поддержка, которая где они тут вот три дня по самым лоям удерживают. Вот. Все. Ниже нет. Зафиксируем ее. И пускай будет у вас 57.820 по 57.900. Также стоит отметить, вот здесь по 58.180. В четверг там проявили себя байеры. И сегодня в пятницу тоже на этом же уровне активность была замечена за этими ребятами. По открытому интересу. Сегодня входят в рынок. Вернее входили. Все три дня тут в основном фиксились. И еще берем период активности. У нас получается 13 и 16. То есть очень-очень точно мы зафиксировали уровень поддержки. Как раз тут открывали позиции. И вот четыре дня активно удерживают этот уровень. Пробитие в 57.680. Всегда можно прям alert поставить на следующей неделе. Это победа будет. То есть можем вполне курсировать и ниже. Alert на VWP. То есть если мы достаточно импульсивно пробиваем данный диапазон. Это 58.400 с копейками. С продажами пока повремените. И по уровням сопротивления я бы отметил 58.480. Эти две сессии. И сессия, которая была у нас на макушке. Но там еще далеко. Вот. Но 58.480. И по 660 этот коридор. Два дня так хорошенько атаковали. Это ближайший уровень сопротивления. В общем. Уйдут выше. Старайтесь аккуратно работать на шорт. Спот. Вот сейчас спот все расставит на свои места. Скажите, подгрузился спот? У вас картинка есть уже? Спот по рублю USD руб томик. Ждем. Тогда не буду торопиться. Как только появится, сразу плюсик подскажите. Это что-то такое. Спасибо. 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 Есть, да? Отлично. Итак, уровни, которые мы отмечали недавно и в конце сентября 5 миллионов оборотов прошел. такой пиковый. Пока еще эти уровни остались активными. Три раза 58.45, 58.25 тестировали. Пытались расширить, но не пустили. Так же самое 57.25 тестировали. Так же самое 57.25 тестировали. Обратите внимание, какой тут срез по объему. То есть тут равное количество ликвидности размещено. И скорее всего это было как раз за три сессии, которые были в начале сентября. И еще один уровень 56.65. В общем, для курсирования цены ниже 56.65. Нужно пройдить для начала уровень поддержки, который второй раз уже тестят, атакуют, но не получается. Еще значимый уровень. Тут 3 миллиона с половиной по 56.3 было еще весной. Там как раз развернулись перед ракетой на 50-60. И тут мы тоже поставим отметку, пускай будет у вас этот уровень как значимый. То есть могут еще прийти на 56.3, но вот там уже будет важно пробьют этот уровень, либо же нет. Сам профиль, сама модель торговой недели, вот как выглядит спот. Аккуратненько, потихоньку, не спеша вроде как готовится к прыжку. Потихоньку 4 сессии шли на рост. Одна буквально простояла во флете в пятницу. Дельта 290 сегодня и была 8,9 тонн в среду. То есть в среду более-менее были агрессоры, причем агрессоры работали на неделю в основном в коридоре вот где. Это среда, четвертая, пятница. У них был любимый коридор вот здесь, по фильтрам пока там. На прошлых неделях у них очень востребован, ну, был востребован коридор 57.7, 57.85. Пока этот уровень не пробили, поэтому как сопротивление еще оставим себе на заметку. Ну, и весь коридор, который прям пролетел в 13 числа, вот здесь также и на этой неделе этот уровень снова юзали селлера. Поэтому пока цена там болтается, мы в нейтралитете. Уйдут ниже 5,57 и 40, есть шансы на атаку 57, ну, а дальше уже 56 и 65, дальше будем смотреть. В общем, нужно расширение, то есть коридоров там же будет более-менее понятно. Потому что из такой флетовой недели сделать такие объективно точные выводы крайне сложно. Ликвидность как триггер не появилась, то есть, ну, буквально немного поднялась. Четверг до трех миллионов выросли. Ну, в сравнении с пятью миллионами, конечно, не особо много, но последние недельки так идет достаточно маленький оборот, как по рублю, как и по споту, так и по РТС вы заметили. Хотя вроде, я правда не знаю, начался конкурс ЛЧИ либо же нет, не подскажете. Раньше можно было его в результаты, там, проведение, много было рекламы, сейчас что-то вообще нет. Ни на одном экономическом календаре. Ну, судя по всему, все молчат, значит, он все-таки не проводится сейчас, да? Ну, я ради интереса наблюдал, насколько сильно растет оборот за сессию, когда начинается конкурс ЛЧИ, и даже по открытому интересу видно, что вот участников стало больше, и оборотец заметно увеличивался. тут, как видите, затишье, и то ли уже аккуратнее работают инвесторы, то ли какая-то информация прошла, и, ну, в общем-то, затихли, притаились. Соответственно, по волатильности это сразу отобразилось, вернее, видно. Так, идем дальше. Евро. 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 Я, правда, не особо разбираюсь. Вот, там участники были, кто на вебинар пришел, на одобрение. там чего 10 или 12 я их только что одобрил наверное их них не было доступа получается к вебинару из-за этого если что сделал не так поправьте там администраторы вот идем дальше сейчас как только юрик и а есть все вижу вижу спасибо так идентично вот приток ликвидности точно как на спорте в понедельник вторник больше среда больше четверг пиковое значение в пятницу немножко притаились 228 тысяч принципе рабочий оборот без каких-то просадок особо сильных но бывало и побольше сейчас мы уберем лишнюю линию и берем чисто текущий контракт без особых ядро контракта у нас на 100 на 1.1785 здесь 1810 вот ровненько поставим ядро 2 по значимости тоже немаловажный уровень принципе их бы не неплохо бы объединить но будет вот этот промежуточный коридор лишним тоже отметим немножко другим оттенком поставим тоже важный уровень то есть до этого был ядро контракта было на 100 на 18 37 1850 и так приток ликвидности до четверга и потом затиши перед более то есть два дня неплохо вроде рванули но не прошли крайне важный уровень сопротивления на 1885 по 19 уровень это как раз начало октября вот три сессии остановились причем так уверенно не прошли 19 прям 33 дня в под уровень сопротивления который 25 0 9 набросали там шертов пока не пробили но волатильный зато немножко под подросла вчера и сегодня открыли позиции причем вот на какое количество не не аномальная атака на еврик но по крайней мере мы сейчас можем сориентироваться с какими локациями нам лучше работать и ориентироваться по дельте на покупку пока затишье в основном фигурирует 5 тонн было 17 и 3 8 максимальная дельта на этой неделе ну в принципе не слабенькая за октябрь 48 вторая по рейтингу а вот то есть по ликвидности в стандартный рабочий оборот я думаю по еврику в ожидании отчета по процентной ставки который будет там евро заседание евро центробанка будет четверг если я не ошибаюсь и в до четверга могут еще мусолить коридор этот между 18 и 19 если будут крайне интересное изменение по процентной ставки соответственно мы оперативно выходим из этого коридора алерты ставим очень важный уровень так как так это уже сейчас трансляция не 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 отключилась правильно все идет своим значит ликвидность которая вот проскочила у нас 1750 все есть отлично спасибо в любом случае кто позже присоединился либо была задержка сильная запись будет сегодня размещена и в школа школа московская школа бежимой x и у нас тоже на youtube канале платформа офис также будет запись сегодня уже так 1735 и 1755 это уровень важный в общем тут два дня так хорошенько поработали и там часть сессии буквально тестировали это было 5 октября и 6 точки разворот то есть если будет атаковать 1785 вот уровень поддержки который еще надо пройти и соответственно коридор текущей недели максимум это почти у 19 отметки повторная атака сути 119 будет намеком на то что вот в эту сторону они планируют движение ближайшее время давайте на пятнашки еще посмотрим крайне интересная расторговка так у нас пролет тут идет ночью странное наблюдение вот последнее время на некоторых рынках именно в ночной период когда мало всего участников идут такие какие-то необъяснимые маневры очень импульсивные ну не постоянно но такие скажем преступления все чаще и чаще начали появляться так в общем отметим вот этот уровень это вторник и реверсивная среда причем обратите внимание движение европейской сессии и америки давайте сейчас отдельных вырежу чтобы вам было хорошо видно в чем я хочу донести вот у нас это европа ну в основная часть европы без последнего там часа полтора вот видите европа пытается как бы развернуть и вроде как получается особенно вот четверг обратите внимание пятница стояли просто защищали коридор и европа разместилась ну вот пока работает европейские биржи как раз вот в районе 1830 по 1850 можете себе отметить и значимый еще второй уровень это когда европа работает активненько у нас 1795 по 1806 даже захватим вот этот локейшн в 1786 по 1806 значит массив вторника среды и тут у нас семью вернее понедельник четверг и пятница особенно пятница здесь так не слабенько всех разочаровала на евро сессии и теперь давайте сравним сейчас я отмечу разными цветами чтобы было понятно где европа у нас наследила где америка вот так мы сделаем давайте самой такой так вот это значит это коридор европы и мы переключаемся на штаты то есть на графике будет вырезана часть графиков каждого дня останется только американской сессии от 8 30 до 15 15 вот здесь все остальное выброшено вернее не выброшено а скрыто то есть так потому что мы хотим проанализировать с вами только америку и вот смотрите как себя вела америка особенно вторник и среду потихонечку динамично системно толкали цену наверх и здесь тоже неохотно сползали вниз тут реверсируются вполне могут даже закрыть на нулевой точке реверсивности 1832 примерно если так и будет то в принципе в америка судя по всему настроена на движение к 19 отметки и евро сессия тоже в принципе из пяти дней пыталась 3 как минимум толкнуть цену выше особенно обратить внимание на скачки ликвидности вот четверг утром и вот поддерживают уровень то есть америка у нас разместилась по сути в трех локациях и мы берем диапазон 17 82 тут совпадает с европой и широкий коридор конечно но львиная часть это у 18 отметки 18 0 2 по 18 и 14 то есть по сути если штаты в понедельник вторник не будут заваливать еврик ниже данного коридора у них есть видимо цель на север но очень очень странным образом открывается америка с гэпом в пятницу сегодня то есть четверг открылись гэпом но не рухнули и в пятницу тоже вроде как пытаются развор разворачиваться в общем понедельнику нужно для северного движения к край как удержать этот массив собственно ядро неделю по штатам и толкнуть цену в как минимум за максимум который они установили в пятницу свой же максимум и возвращаем график теперь так чтобы видно было все сессии торговые то есть такие выводы можно сделать когда лишнее отбросишь и я точно также смотрю на снп отдельно штаты смотрю как торгуются так проще значит вот этот гэп видите пролет ночью который был не отыграли штаты то есть рванули еще вот ниже ну 8 18 5 если будет не сегодня так в понедельник удерживать собственно ядро как раз тут и находится пока ниже ядра это не очень хорошо коммулятивная дельта по дням выглядит примерно вот так как видите ничего хорошего единственно вот были попытки в байера чем-нибудь сделать четверг сегодня только-только увеличивается буквально чуть-чуть зашли боя работ на участке после 10 30 ну там особо не поможет ситуации в общем если закроется пятница вот ниже данного уровня вот 18 2 по 18 15 могут понедельник еще там что-то сбросить серверов пойти ниже ну в общем дельта не нашей стороне в открытый интерес четверг пятница если не ошибаюсь посмотрим до 4 пятница вот и дельта сегодня еще одна из крупных на этом контракте фунт там парам папам если фунт появится сразу же плюсик поставьте чем пока не буду спешить есть да спасибо так на дневках для тех кто среднесрочно нацелен поработать на фунте мы находимся на уровне ядра контракта а это коридор 31 8 по 32 и 3 в общем его перенесли как раз на этой неделе за счет вот этих четырех безбожного флэтовых сессий причем две из них явно сбрасывали целеров вернее байеров солью которые зашли 17 числа вода ним 2 и 3 тонны на стороне байера и пятница еще пока вот чуть-чуть выглядывает перевес на за команды байеров до этого была неделя безбожно шли агрессоры причем нельзя было остановить с 6 октября по 13 все сессии были с дельты на покупку соли до 15 и всего лишь вот три сессии появилась со стороны солера потенциально могут толкнуть выше 30 324 если будет удерживаться дельта на таком же уровне хотя бы в районе там полторы-двух тысяч за барами по открытому интересу фиксировали немного до была вот четверг немножко сбросили тут понятно два дня не стояли особенно 17 немножко даже зашли и сегодня вот вернее не сегодня вчера таким маневром сбросили повторно сбросили еще тех кого сбросили в общем еще раз проверили второй раз поэтому если будут выходить за вторник следу как раз за ядром контракта потенциально могут тихонечку шагнуть выше соответственно контрольный уровень то есть восстановление приоритета по тенденции это 33 65 безусловно ну и на эту неделю которая будет важно пробить 30 324 326 327 прям цель номер один 327 33 05 это массив которые сформировали здесь фиксацией и потом еще открывали позиции но уже на этом уровне как раз тут и посмотрим да тут было было дельта на покупку соответственно его брать во внимание как гипер опасное сопротивление не так уж и правильно будет то есть до объемная активность там было но там она сформирована основном грессорами на покупку а этот маневр потенциально можно будет уже учитывать как сброс с корабля если они вернутся с понедельника вторника хотя бы на 33 пробьют четверг среду и вторник максимум ну и затихнут притаяться как раз до получается во вторник в отчет по квартал за квартал по ввп британии и он может быть катализатором для дальнейшего движения поэтому понедельник еще может быть раскачка но в принципе если понедельник уже шагнут к 33 принципе неплохо лучше самое главное чтобы не ниже 314 там уже будет с покупками трудновато так идем дальше сидель он же light sweet крутой л значит отметка 51 65 пока и сегодня не так более-менее 0 болтались сказать что прям сильная динамика трудно вот у нас неделя должна у вас отобразится нефти есть супер 66 том было 18 ислам за 15 минут так отмечу чтобы было так и съель на графике за длительный период это с 23 февраля данного года значит оценка ликвидности в рамках нормы то есть идет чуть чуть пониженная в общей оценке но за последние пару месяцев как раз в рамках рабочей ликвидности также идут потихонечку аккуратненько в рамках поддержки в с точки зрения технического анализа что там чуть чуть тяжело компьютерную трансляцию вести рынке подгружать так вот и получается у нас по сути почти развернулись отметка 53 даже все четыре соли будет ключевым и очень тяжелым уровнем для нефти близится зима и соответственно спрос на нефтепродукты будет только расти ну в общем как мы с вами уже по событиям последним знаем что цену регулируют практически искусственно население планеты растет количество автомобилей увеличивается их уже не так сложно делать роботы в быстренько делают новые машины соответственно двигатели внутреннего сгорания необходимо питать неким топливом и количество машин не уменьшается электрических машин на электро тяги не так много появилось чтобы они вытеснили их но просто миллионами продаются эти машины соответственно но спрос только автомобильной индустрии я служу брать промышленности и того больше вот поэтому перед зимой вполне будет ожидаемо рост цены на нефть поэтому 54 если все таки будут таранить это в принципе будет неплохо отчет по запасам сырой нефти в среду в штатам по штатам и давайте посмотрим что у нас по открытому интересу значит тарится на новом контракте это у нас по 600 открытый интерес уже вышли назначение рабочие то есть тут в полной мере уже работает новый контракт и тут как раз недосказанная отметка пятьдесят два и семь вот роник если взять с прошлого контракта то есть они раз и и атаковали в конце сентября не получилось и пришли попрощаться перед закрытием контрактом собственно вот буквально пару дней на новом контракте и посмотрим к этому дельту дельта там пока на стороне селера десятка и пятерка сегодня ровно на отметке видо было писят за месяц если брать расчет ну в общем могут корректироваться в легкую то есть им им принципе они не помешает у них был неплохой рост за октябрь вот сколько сессии фактически как начали они 6 8 декабря ой декабря говорю октября буквально вот на новом контракте только коррекция началась звание но в любом случае пока пятница отыгрывает вот это все снижение но в дельта и открытый интерес пока за обратную динамику если будет корректироваться на следующей неделе дан до 50 отметки это терпимо и для индекса rts тоже в принципе в рамках нормы то есть даже если они будут держаться на этом уровне еще до декабря то есть на полтосе это будет неплохо ну как неплохо могло быть лучше конечно но теперь смотрим эти все котировки с какой биржи смотрите разные инструменты торгуются на разных биржах смотря какой вас интересует биржи которые на которой торгуются все инструменты сейчас монополь монополию создать чтобы там все рынки торговались это по большей степени более пути пулите фи но если фьючерсы отдельно как говорится акция деле поэтому разные биржи это наймакс допустим еврик фунт сын пивом рассматривать на семье торгуется чикаго меркантиль и ченч майсекс ртс сберов на спром рубль разные инструменты разные биржи смотря как вам нужно есть еще bitcoin так ладно пока подумайте какой вам инструмент необходимо внимательно изучить и так сильно агрессорах тут прям напрашивается коридор в 52 по 52 и 25 и вот обратите внимание тут 26 36 не слабенько тут по 32 четверг было на 51 с половиной возьмем на всякий случай и 36 вот на 51 65 все 225 вот в среду было 42 тонны со стороны селера а так все принципе меньше двадцатки поэтому возьмем 51 5 пока поставим уровень сопротивления отметку тут 51 и 7 порядком 23 правда тысяч но не так уж сильно перевес вот и 35 почти вот 51 65 вот но цена стоит пока у максимума пятницы останется принципе понедельник если они намерены идти на рост пока ведь и полторушка идет перевес на стороне байра до этого было 75 то есть ну давили неплохо и сопротивление на самом локальном 52 45 тут три дня в принципе набрали почти 100 тонн на одном таком уровне как уже три дня снижения если понедельник хотя бы до 52 25 до топа будет неплохо и в среду петролиум отчетом все поставит на свои места как раз они тарятся скорее всего до среды будет грузить объемы уже со среды и начнут движением поэтому размещаться до среды будет немножко преждевременно а вот после чего-то как раз динамика начнется если вы допустим скальпируйте то в среду как раз на нефти будет такой рудный день ну и процентной ставки тоже не забывайте отслеживать еще вот четверг оставил 51 85 но там небольшой объем так в общем вот видите какой в пятнице профиль дня схема шаблон идентичный как вот реверсивная была во вторник вот этот уровень так и не осилили и байера вот на самом минимуме 50 96 50-104 здесь нас на европе подгрузили но пока вот штаты тут удерживали его не пробили поэтому для понедельника крайне важно выйти за 85 51 85 потом уже будет так она 52 и 12 это то есть я стараюсь рассматривать уровни и как на поддержку и как на сопротивление то есть я допустим к сессиям готовлюсь и к такому сценарию и к такому то есть не вне зависимости от личного мнения то есть если будет идти сценарий в основном на продажу то соответственно будет отрабатываться этот уровень либо тот поэтому в привязки к какому-то направлению для спекулянта в принципе не так важно самое главное чтобы рынок не стоял на месте правильно если он будет стоять на одном месте не крупный игрок не мелкий игрок не зарабатывает поэтому так но в общем ядро 51 5 51 7 все до 12 52 32 дополнительный уровень тоже немаловажный я бы даже сказал равносильный тут три дня стояли здесь два в общем уйдут за второй уровень то есть примерно в таком ключе понедельник до топает до 52 3 немножко отдохнут и во вторник потихоньку начнут расширять до потолка недели и уже на петролем среду там будет понятно пробит не пробьет то есть как раз если будет вторник здесь стоять безбожно то в среду потенциально могут сбросить сначала байров потом пойти наверх так как сценарий если все закончится в понедельник не выше 51 85 то есть они так тут и останутся ну может быть и начала корректировки но увидите тут если брать кумулятивную по дням только сегодня начали вы проявлять интерес байры толп на американской сессии в основном не сейчас 15 минут на я показываю тогда я подожду пока подгрузится у вас ну дно недели 50 96 по 51 1 сегодня тут постарались байра даже сбросили байров прям чувствуется почерк значит начнут атаковать на покупку ну и штаты тоже постарались сбросили всю европу пол европы пока стоят у 57 то есть вчера не там простояли набрали объем вот видно подойти пока на покупку и возможен как раз ход сброс байров который четверг затарились и понедельник как только пробит вот этот локейшн который они тут четверг оставили нетронутым по сей день есть шансы до 52 и 3 дотопать во вторник возможно даже будет движение понедельник до 52 и 3 если даже 51 и 7 51 и 9 не смогут усилить тогда с покупками беда так теперь у нас золото как только золото у вас появится будьте добры сообщите мне об этом я подожду пока слава да 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 Появилось, да? Спасибо. Так. Это с февраля график. Ну, достаточно опасно они корректируются. По крайней мере, хотя бы здесь на фиксации маневр идет там, где были открыты позиции в последнее время. Это 13 октября и по 18 октября. Как раз это пришлось на снижение по золоту. Давайте более ближе разберемся, что там произошло. Четыре дня стоят после сильного маневра 16-го. Причем дни практически были на грани гэпа. И вернулись они опять на уровень, вернее, 12.75 по 12.78. Тут бесспорно поддержка. Берем ее на вооружение. И вот у нас идет смена контракта. Близится. Покупки лидировали у нас 17-го числа. Это как раз вот эти две точки. Мы сейчас их зафиксируем. Вот они. Вот эта локация. Были в основном открытия позиций. А по дельте у нас... По дельте были вчера байеры. И сегодня, возможно, сбрасывали их. И еще были 13-го и 15-го. Но это далековато пока. А так 16-е, 17-е, 18-е шли шорты. Поэтому в 12.89.5 по 81. По 92. 91.5, если точно. Вот этот коридор. За 17-е число. Потом добавили немножко вчера. Ну, в общем, сказать, что открыто, как-то грузится жестко на покупку, очень тяжело. Плюс для нефти тоже важно, в каком направлении начинает двигаться нефтянка. Так как напрямую фундаментально зависит стоимость добычи суперзолота от стоимости барреля нефти. И, в общем, если пройдут вот этот крайне важный уровень по фьючерсу, край там в районе 64-й, 12-й, 64-й, ну, вообще, если начнут уже идти за 72-ю, не очень хороший признак. Единственное, очень сильный приток ликвидности в этом коридоре примерно может удержать и развернуть нарост. За этот период очень огромный пласт ликвидности, я сейчас его отмечу, этот коридор, разместили 86. Тут склейка нескольких контрактов, но не годовой график, а вот с 11-го сентября, давайте, 28-го августа поставим. В общем, похожего ранга у нас идет как раз поддержка, которую я отметил, 75-й, 5-й по 78-ю, ключевой уровень. Если будут очень удерживать, пока у них это более-менее будет аккуратненько получается, 3 дня не смели пойти, но пятница, видите, на дне торгуется, прям просится на пробитие 78-й. И потом идет у нас сопротивление на 311-м по 14-й уровень и еще такой по рангу уровень у нас 25,5-й по 28-й. Это вот сетка уровней ближайших по золоту. Могут еще закрыть, конечно, повыше, но так опасно стоят прям на минимуме недели, и что на покупку я бы осмелился, наверное, только после того, как начнут прессинговать 89,5 и 91, не раньше. Пока будут в коридоре пятницы стоять в понедельник, это будет немножко опасенько. Ну, в общем, вот такая у нас сейчас динамика по золоту. Все, что вбросили в четверг, это с 7 часов по 10, вот этот концентрированный объем. Потом они тут же делали такой пакет, размещали вторник 17-го числа, ну, очень близко, соответственно, и добавили немножко ликвидности вот уже в пятницу, близко к этому уровню. Но самый значимый диапазон, это, конечно же, вот эти две точки. Тут концентрирована прям ликвидность в компрессированном. Это 87 по 90. Можете смело себе поставить конкретно очень упакованный объем в плотном коридоре. Вот, его можете брать как ориентирный экватор. S&P. S&P напоследок, ну, о тренде индекса S&P 500 можно даже не вспоминать. Он, как константа, идет постоянно наверх с 2008 года. И волатильностью вчера сбросили. Все, кто участвовал в покупке вот в этой локации. Здесь график с 23.02.2017, ну, с февраля. И маневр, который был вчера, ну, судя по, какие вообще бывают на S&P, если сравнить сброс. Тут практически тоже полконтракта скинули. Тут за пару дней нормально наделали горя. То есть, это еще не особо ажиотажный маневр для сравнения. Ликвидность все меньше и меньше. Оборот, то есть, участники очень сильно взвешивают, стоит ли там вообще открывать позиции. То есть, в сравнении даже с летом, а это не самый лучший период для S&P, ну, летом чаще падает объем. Ушли ниже средних объемов за летний период. Это, ну, в общем, дело такое. Отметка очень, ценник высокий за индекс 2.5.7. Вот, поэтому крайне проинформированные участники торговли и близкие к федеральной резиновой системе осмеливаются, наверное, там тариться позиционно, либо среднесрочно на покупку. Поэтому многие, скорее всего, ждут коррекционной какой-то динамики. Обратите внимание, что самое интересное. Четыре дня открывают позиции. Вот, в течение недели они, в принципе, с 3 миллионов 43 вышли на 3.66. И неделя стоит у потолка. Да, просто вот все чаще можно заметить на многих, не только на S&P рынках, прям под линейку торговой сессии. Это, ну, первый признак того, что на инструменте крайне огромное количество автоматики, которая уже, судя по всему, превышает фактор человека. То есть, под линейку идут торговые сессии. Приказ, допустим, автоматом толкать наверх цену, но они потихонечку это делают. Прямо одинаковые сессии идут. Сбросили обе команды вчера, и пятница торгуется на макушке. Не факт, что будет проложение роста. Давайте посмотрим, что там по дельтам. Нет, не вышли на продажи. То есть, такая же дельта, как и вчера. Три-четыре вчера, и сегодня три-четыре близка к этому. Чуть выше, это почти полтос был, как раз, вот диапазон 50-й отметки. По 57-ю возьмем как локейшн на поддержку. Тут, в принципе, объем оставили они. Основной сейчас ключевой именно. Берем по гистограмме. 48-ю локацию и прям до 54-й. Тут основной оборотец был последние пару недель. VWP-индикатор ниже 48-й. Там очень близко к 48-й. То есть, отклонение от среднеизвешенной цены достаточно немаленькое. То есть, вероятность корректировки, хотя бы там до 54-й, 55-й, очень высокая. Но S&P всегда удивляет, он умеет это делать. Может и дальше толкать без корректировки. Поэтому осторожнее с покупками. Пока коррекционный момент не произойдет. Очень так опасно на самом максимуме лезть. Ну, делал подход у каждого свой, естественно. А тут лучше никого не слушать. И ближайшая вообще платформа, где были в последнее время достаточно долго, это 24.92 по 25.07. Это вот по сетке уровней. Даже чуть-чуть ниже возьмем самые такие 25.06. То есть, шли без особого даже намека на коррекцию до вчерашней сессии. Здесь не коррекция, а вот 8-го числа здесь снятие стопорей было. То есть, там особо просто протестировали уровень, скинули лишних и пошли дальше. То есть, никакого вообще коррекционного момента по сей день с... Тут тоже снятие стопорей, сейчас скажу. Ну, вот тут немножко успокоились. Грубо говоря, с начала сентября S&P просто рвет и мечет. Возможно, тянут специально, там скоро будет повышение процентных ставок. Жалко, что Миши нет. Тоже участника Wall Street Online часто приходят на вебинар и подсказывают нам по фундаментальным направлениям. Будут процентные ставки меняться, не будет. Какой-то у него, там, канал в связи с центробанками. Вот. Ну, в основном у него попадание в яблочко. Вот. В принципе, если будет резкое повышение процентной ставки по фомке ФРС, часть инвесторов точно сбросит акция, а за этим потянется индекс. Пока рвут и идут, судя по всему, у них там все идет по плану. Ну, на максимуме так идти без остановки. Это прям, я не знаю, насколько вам нужно быть уверенным в дальнейшем росте. Видите, дельта, бог знает, когда была на продажу. Вот, 21 сентября. Так, в основном, дельта на покупку даже сегодня. Выводы делайте сами. Тут очень такая щепетильная локация. В принципе, на максимуме и на минимуме торговать сложнее всего и опаснее всего. Банки отчитались гиперкруто. То есть, у всех позитивно. Там очень мало компаний, которые там отчитались крайне плохо. Значит, позитив есть, инфляция растет, деньги печатать уже даже не нужно. Вот, в принципе, расклад действий такой. Ядро. 53-я отметка по 57-ю мы учитываем как ядро. Точки поддержки 59. По, вот, еще 61,25. Сегодня буквально одна локация такая была агрессивная. Вся ликвидность была в четверг. Судя по всему, как раз они там хорошенько затарились. Особенно вот 49-й уровень. Обратите внимание на модель пятницы. Сказать, что там контроль за селлерами очень тяжело. То есть, полное, абсолютное контролирование ситуации со стороны байеров. Тут, как бы, либо готовиться к резкому рывку вниз. Это значит, они должны уйти ниже 53-й отметки. На сегодня все. Спасибо, что пришли. Запись будет в ближайшее время на канале YouTube. У нас, так и у московской школы по времени. Не скажу, когда, но мы сегодня будем размещать точно. Вам хороших выходных. Удачных трейдов на следующей неделе. Будьте осторожны. И до следующей пятницы. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok